добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю свой канал здорово с вами сегодня я вас хочу познакомить с таким прекрасным ну целителем ныне покойным который написал 4 книги под названием тайны глубины медицины экология тела человека и вот у него первая книга познай полюби и исцели себя в этой книге он знакомит нас с вирусными грибковыми и паразитарными инфекциями человека если внимательно это почитать просто у нас она есть в электронном варианте и чтобы вы познакомились я вам просто расскажу первые 13 страниц немножечко предоставить да и познакомить с этим автором что я хочу сказать вот что вот он здесь говорит например видение да древние мудрецы знали что болезнь единственный способ которым природа может напомнить человеку о необходимости жить в согласии с ее законами но сейчас данный момент все мы это понимаем потому что вот особенно те кто вы родился в прошлом веке да и более-менее на другом питании на других прививках при другой медицине они сейчас более здоровые чем те кто родился хотя бы в конце прошлого века там 90 год и дальше и особенно сейчас после двухтысячного когда очень много делается людям прививок очень мало профилактики практически никто не говорит про паразитоз все считают что все чистые стерильные кровь стерильным такая вот ерунда и питание сейчас совершенно другое питание у меня вот приятельница приехала с белоруссии я вчера с ней встречалась и она принесла маслом который она там купила не здесь купила белорусское масло а там пока жила в витебске купила масло и сама его растопила и вот из килограмма масла у нее получилось чистого топленого масла 900 грамм и 100 грамм очень вкусной сыворотки и над я ее могла пить в москве она покупала у фермеров покупала на разных ярмарках магазине все что оставалось после топленого после топления она все выливал она была ужасно вонючая и невкусная вот вам простой пример сливочное масло а есть еще мясо метана овощи фрукты куры рыба и все остальное то есть питание это будет отдельная тема просто сейчас вот пример до прошлый век и этот век вроде небольшая разница и поэтому я хочу вас познакомить чтобы вы знали что человек очень сильно сейчас инфицирован и могли сами заказать эту книгу в электронном варианте хотите она продается на озоне за 8000 у нас просто она если берете сборника на 3000 рублей и ознакомиться сами с этой книгой просто я сейчас немножечко вас не познакомлю совсем немножечко дальше что он здесь говорит вот просто будем знакомиться с первой главой даже вот здесь вот до первой главы да вот смотрите что вот здесь пишет желание ученых отыскать одного возбудителя рака привело их в тупик установившийся догма что собственные клетки органы начинает вдруг беспорядочно размножаться расти и образовывать раковую опухоль отбросил онкологическую науку далеко назад такой вывод кандидата медицинских наук врача высшей категории елисеевой она исследовала раковые опухоли методом вегетативно-резонансного тестирования в рт и с помощью микроскопа опишу кратком кратком механизм образования доброкачественных опухолей доброкачественные опухоли как правило образуются бактериями простейшими онковирусами или вирусами одного вида и неуправляемыми клетками образованными бактериями или простейшими вот просто я понимаю что не у всех есть опухоль не все хотят про это слушать но просто потом мы будем разбирать и поймем что куда бы ты ни шел ты потихонечку идешь сторону опухоли просто как-то я повезет она будет доброкачественная или злокачестве и вот теперь здесь доброкачественный опухоль образует патогенные грибы одного вида и неуправляемые клетки образованы ими доброкачественный опухоль образует паразиты гельминты одного вида и их Бластные клетки Сейчас мы об этом будем говорить Что такое бластные клетки Что такое неуправляемые клетки То есть что такое онковирусы Про которые медицина вообще нам ничего не говорит Хотя онковирусы Открыты в 1911 году Понимаете Теперь далее Это было про доброкачественные А теперь мы говорим о злокачественной Злокачественные опухоли образуются микроорганизмами Двух и более видов Очень часто они представляют собой Симбиоз патогены грибов И микроорганизмов одного вида Раковая опухоль Это слаженный механизм Из микроорганизмов или грибов С микроорганизмами Объединившимся в один живой организм Целью своего выживания И размножения за счет ткани организма Хозяина, человека Ну и здесь идет перечисление Это все можно будет почитать И теперь что он говорит Злокачественные опухоли не образуются Бактериями двух видов Вирусами двух видов Простейшими двух видов Патогенными грибами двух видов Эти выводы сделаны им на основании Диагностик больных за 12 лет работы То есть он работал Но кто не знает Кто такой Сердюк Это мужчина из Белоруссии Которого в свое время Он работал на станках ЧПУ что ли И у него короче ударило током Оторвало ему руку И вот у него открылся такой дар Он как он говорит Он мог видеть микробы И мог с ними разговаривать И вот задавая им правильные вопросы Он получал очень много Интересных ответов Которые официальная медицина Пока не признает Но я думаю Что потихонечку К этому придет И вот смотрите Вот начинается первая глава Так Первая глава А вот она сейчас Первая глава Микробиология Паразитология Микология Для решения медицинских проблем Я здесь не буду говорить Такие мелочи Я вот здесь для себя Как бы выделила Вот просто симбиоз Симбиоз Это сожительство Микроорганизмов И человека И если мы это посмотрим Что такое симбиоз Да То вот смотрите Симбиоз Скоро распространен симбиоз Животных Человека С микроорганизмами Например Образующим кишечную флору Состоящую из микроорганизмов Которые заселяют Нижний отделик кишечника То есть у нас там Не только бифидобактерия Коля и все такое У нас там Кто изучает Да Там Вот этот вот Наш как бы Нашу кишечную флору То что вызовало То что основа у нас Иммунитета То получается Там очень Очень много Там десятки Тысяч Или тысяча Видов бактерий И всяких Всяких Ну как бы Микробов Внутри организма Нас Вот И это симбиоз Они с нами В симбиозе То есть Они у нас живут И они нам помогают Теперь дальше Вот Теперь В организм человека Поступает много Много различных Видов микроорганизмов Подавляющее большинство Из них Сапрофиты Вот что такое Сапрофиты Сапрофиты Не наносит Хозяину Видимо вреда Опять смотрим Что у нас здесь Показывает Пожалуйста Сапрофиты Что пишут Большая медицинская Энциклопедия Это перевод С греческого Значит Гнилое Расстрение То есть Как микроорганизмы Питающиеся Распадающимися Органическими Веществами Сапрофиты Широко Распространены В природе В почве В различных Водоемах В воздухе То есть Они есть Они как бы Сапрофиты Пока их Не много Если их Очень много Тогда Они нам Могут нанести Вред Это Сапрофиты Теперь здесь Наряду сапрофитами В организм Проникают Патогенные Микроорганизмы Паразиты Паразиты Это нахлебники Питающиеся За счет других К ним относятся Микроорганизмы Зависимые В получении Питательных Веществ От макроорганизма То есть Человека Воротами Для проникновения Патогенных Микроорганизмов Являются Кожные покровы Дыхательные пути Желудочно-кишечный Тракт И мочеполовая Система В этих регионах Они живут И размножаются Так И вот здесь Вот что мы видим Да Организм Здорового человека Не должен Содержать Патогенные Микрофлоры Для борьбы с ней Он снабжен Мощным защитным Аппаратом Иммунной системой Так Теперь Иммунная система Человека Уничтожает Вирусы И бактерии Входящие в группу Сапрофитов Вот что еще важно Знать Сапрофиты Не отбирают Кислород И энергетические Заряды У клеток человека Потому что мы Как батарейка Да Мы это все знаем Вирусы Уничтожаем Иммунитетом человека Гепантновирусы Артамоквирусы Ну все-все-все Папиломовирусы Все-все вирусы Бактерии Их очень много 15 видов Микобактерии Все Патогены Короче получается Что все остальное Кроме сапрофитов Для человека Вредно Потому что Оно питается Человеком И съедает У него Забирает у него Кровь И забирает Самое главное Энергетический заряд И поэтому Человек Ослаблен И вот что Здесь он объясняет Защитные механизмы Могут быть ослаблены Заболеванием кроветворных Или лимфотворных органов Травмой Дефицитом питания Или голоданием Более трех дней Вот И теперь вот здесь Что он говорит Все микроорганизмы Какие бы они ни были Внутри человека Они выделяют В окружающую среду А мы же для них Окружающую среду Они же в нас живут Свои отходы Ну все же Организмы Как бы выделяют А у нас Для человека Это кал А вот когда Они живут Внутри нас Эти микробы Паразиты И всякие грибы То их вот этот вот Их отходы Это и есть У нас Бластные Или Ретикулярные клетки Теперь посмотрим Что говорит у нас Медицина Про бластные клетки Вот смотрите Бластная У нас официальная медицина Говорит Что бластные клетки Это незрелые клетки организма То есть она не говорит Что это отходы Потому что они не живые И у них нету Вот этого энергетического заряда И они говорят Что они еще Как бы Незрелые Ну а когда человек Болен раком И у него Очень много Вот этих вот Бластных клеток Да то есть Можно сказать Что организм Загажен Отходами А он говорит Ну они незрелые Постный мозг Все остальное Это их отходы Что когда у нас Что когда у нас В организме Накапливаются Их отходы То есть понимаете Вот вы живете Да В квартире И у вас завелся унитаз Вы конечно Долго не сможете В этой квартире жить Вы будете ходить Какого-то в другое место Или будете как-то Вызывать сантехников Что-то делать Потому что Ваша квартира Ваш дом Будет весь загажен А представьте Наше тело Да У нас внутри Полно всякой Ну скажем Всего Вот этих микробов Паразитов И они все время Гадят И мы это не выводим И потом у нас Что получается В анализах Воспаление С Реактивный белок Повышен Стоя Там скорость оседания Эритроцитов Повышена То есть это говорит о том Что организм Постоянно Инфицируется И вот что Вот он здесь говорит Так Вирусы и бактерии Входящие в бластные клетки Не участвуют В образовании Доброкачественных И злокачественных Опухолей При разложении Бластные клетки Они вызывают Воспаление И производят Различные Деструктивные Действия И потом Вот мы покажем Посмотрим таблицу Где-то будет То есть Это показано Получается Ретикулярные И бластные клетки Зашлаковывают Организм человека Теперь Все эти выделения Можно разделить На эндотоксины И экзотоксины Бластные И ретикулярные Клетки Выделяемые Микроорганизмами Паразитами И патогенами Грибами Будем называть Эндотоксинами Ядовитые И химические Вещества Бактерии И вирусы Поступающие В организм Человека С лекарствами И некачественной Пищей Назовем Экзотоксин И вот смотрите Вот теперь Вот мы смотрим Так Мы не будем Вот это все Можно будет Потом изучить Когда вы будете Книжку читать Вот я сейчас Хочу показать Таблицу Саму таблицу А вот еще По инфекциям Вот смотрите В зависимости От локализации Возбудитель Различает Очаговые И генерализированные Инфекции При очаговой Инфекции Процесс Локализован В одном месте И не распространяется По организму Например Заселение Бактерий Таксоплазмы В красный Костный Мозг Правого Предплечья При генерализированной Инфекции Возбудитель Распространяется По всему Организму Этот процесс Осуществляется Преимущественно Лимфогенным Путем То есть Через Лимфу И кровоток И вот здесь Являются Как раз Патогенные Грибы Паразиты В крови И в лимфе Среди других Инфекций Следующие Надо иметь ввиду Что есть Дремлющая Инфекция Она Это форма Проявления Инфекции При которой Возбудитель Находится В неактивном Состоянии Например Инфекция Батулизма В почках С течением Времени Она все равно Работает Просто она Как бы Медленно Получается С течением Времени Этот Батулизм В почках Приводит К образованию В почках Кист Инфекция Латентная То есть Немая Да Форма Проявления Инфекции Характеризующая Длительным Сохранением Возбудителя В организме Без клинических Проявлений Которые Мозну Возникнуть При других Воздействиях Например Пластикомикоз В матке Заселение В матку Бактерии Микоплазмы То есть У вас Были Бластикомикозы Такие грибы В матке Они были И были Вдруг Вы потом Заражаетесь Микоплазмой И вот Эти бактерии Микоплазмы Начинают Питаться Отходами Бластомикоза И пробуждают Грибковую Инфекцию И запускают Механизм Развития Раковой Опухоли То же самое Я могу Сказать Про Например Мышечный Трихелез То есть Когда человек Заражается Мышечным Трихелезом И мышечный Трихелез Трихелез Попадает Остается в мышцы То есть Он дальше не пошел Не развился По какой-то причине И у вас Образуется Такое Ну как Его место Да Его гнездо Оно постепенно Кальцинируется Личинка Там живет И ждет Такой вот Возможности Как бы ей Дальше развиваться А для этого Ей нужно Чтобы его Просто съели И он дальше Начал двигаться Ну так как Как бы вашу руку Или вашу ногу Или ваш живот Никто не ест То вот он там сидит Но при этом Он отравляет Ваш организм И постепенно Это будет приводить К тому Что у вас будут Проблемы с сердцем С глазами С почками Следующее Берем Инфекция Экзогенная Это характеризуется Внедрением Возбудителя Извне Пример Инфекция гриппа То есть Вы сходили Пообщались С больным И заразились Хроническая инфекция Характеризуется Продолжительным Течением То есть Например Если вот вы Заразились Чем-то И не лечитесь И вот оно Идет 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 И переходит В хронику Так Теперь Воспаление Это сумма Защитно-адаптационных Реакций Развивающихся В тканях При их повреждении Вот Классические Признаки Острого воспаления Покраснение кожи Отек Боль Локальное Или общее Повышение температуры Нарушение функций Органов Или тканей И вот здесь Уже идут Разные-разные Механизмы Передачи Сейчас вот Нам все Можно привести На одном Простом Примере Вот здесь Вот Он хочет Привести пример Передюк На примере Краснухи На примере Краснухи Он хочет Показать Что одно И то же Заболевание Может вызываться Различными Причинами Вот о чем Интересно И почему Врачи нам Этого Никогда Не говорят Желание Ученых Иметь Одного Возбудителя Болезни Завело По этой Причине Многие Заболевания До сих пор Числятся Под грифом Этиология Неизвестна В течение Полутора Веков Заболевание Краснухой Вызываемое Вирусами Краснухи Было Известно Врачам Как одно Из самых Безобидных Детских Заболеваний Детская Краснуха Поражает Жировую Прослойку Под эпидермисом Кожи Начинается Она с сыпи Сыпь Это бледно-розового Цвета Мелкопятнистая Или Разиолизная Не Возвышающая Над поверхностью Кожи Высыпание Как правило Начинается С лица В течение Несколько часов Оно распространяется По всему телу Заболевание Может вызывать Осложнение Атралгии Боли в суставах И артриты Воспаление суставов Причина Поражения суставов Вирусами Краснухи Обнаружить Вирусы Краснухи Можно через Анализ крови По наличии В ней Ретикулярных Клеток Вирусов И вот он здесь Рассказывает Что в его Практике Встречались Заболевания Краснуха В 98 99 Году Он работал В физкультурно-здоровительном Дошкольном Учреждении Журавушка И работая Вместе с врачом Которая была Вот как бы Сторонником И официально И нетрадиционной Медицины И вот за весь Период работы В саду Было несколько Вспышек Заболеваний Краснухой С Анной Петровной Мы продиагностировали Заболевания Заболевших деток Каково же было Наше удивление Когда выяснилось Что причиной Заболевания Не всегда Являются Вирусы Краснухи В первых Двух случаях Возбудителями Краснухи Были паразиты Токсокороза Краснухи До сих пор До сих пор считается Что возбудителя Краснухи Один И им является Вирус Краснухи Мои исследования Методом Радиостензии Опровергают Этот постулат То что Бактерии Краснухи Официально Еще не открыты Не означает Что они Не существуют В микробиологии Еще много Белых пятен Это подтверждают Все ученые И вот здесь Вот он Приводит Очень интересный Пример Вот именно По Краснухи Эпидемии Краснухи Спровоцированы Химическими Лекарствами Прием которых Вызвал появление В организме Возбудителей Краснухи Имеется Несколько Возбудителей Краснухи Способ передачи Возбудителей Контактный В Австралии И США Эпидемии Вызваны Бактериями Краснухи Колонии Этих возбудителей Я вывел В половых органах Больных Характерно Что именно На этот период Приходился Пик рождаемости Детей С аномалиями Развития Диагностикой Я установил Что причиной Этих аномалий Были Доброкачественные Опухоли В матке Беременных Образованные Бактериями Краснухи Эпидемия В Японии Охватила Детские сады И школы Ее Возбудителями Были Паразиты Параганимоза Их я обнаружил Гипоталамусы Которые управляют Ковным покровом Эпидемия В Тайване Была вызвана Паразитами Токсокороза Они также Гнездились В гипоталамусе Головного мозга Тоже было Источников Паразитов Вызвавших Эпидемию И вот здесь Вот он Рассказывает И он говорит Что Вот про этот Паразит Что они Выделяют Бластные клетки Которые содержат Бактерии Родокластридиум И это Заболевание Вызывает Болезность В области Заушных Затылочных И задней Шейных Лимфатических Узлов То есть Вот это Вот он Показывает Клостридиум Да Вот что здесь Написано То клостриди Живут Ну у человека Это как бы Норма Особенно Почему-то Вот здесь Написано Что Как правило Они живут В толстой кишке И В половой Сфере То есть Это нормально Нам говорят И врачи Указывают Что какое Количество Их должно быть И что Они могут Вызывать Столбняк Батулизм И даже Газовую гангрену Представляете Вроде как Клостриди Вроде как Фигня С одной стороны А с другой стороны Если их очень много Очень много То тогда Вот может быть Даже такое Серьезное Серьезное Заболевание Потом Некачественные Вакцины При вакцинации Детей Прием лекарств Типа Ну это Антибиотики Да Могут привести К появлению Паразитов То есть Это он говорит О том Что мы Очень часто Заражаемся Микробами Паразитами Теми же Самыми Вирусами Через Лекарства И через Еду Так Сейчас Вот мы здесь Пропустим Главу По И перейдем Я вам покажу Пока Про вирусы Что такое Вирусы И будем Говорить Вирусы Это у нас Третье А заключение Сейчас мы дойдем До заключения Так Вот заключение Он говорит Существует Много Различных Оздоровительных Систем Вегетарианское Питание Питание Пошелтону Голодание Очистка Толстого кишечника И печени Пек Мышечная Гимнастика И другие Все они Направлены На оздоровление Физического Тела Человека Почему Тогда Многие Люди Использующие Их Не добиваются Положительных Результатов В чем Кроется Причина Диагностика Методом Радиостезии Показывает Что организм Этих Людей Поражен Микроорганизмами Паразитами Или Патогенными Грибами От них Не избавит Ни одна Оздоровительная Система Необходимы Новые Подходы К исцелению И вот Как раз Здесь Я бы хотела Сказать Что Когда Мы Начинаем Знакомство С любым Новым Нашим Пациентом С гостем Мы Сначала Делаем Диагностику Точно так же Как у него В РТ Она показывает Что там Целый список Всякой гадости Куча диагнозов Разных Потому что Она уже Просчитывает Как задачи По математике И Только потом Мы начинаем Человеку Давать рекомендации И здесь У нас Относится И очищение Толстого кишечника Печени Потом Голодание Мы не сразу Назначаем И мы Назначаем Сразу Антипаразитарную Программу Даем Помощь Лимфи То есть Это Или баня Или бочки Или обертывание Или виватон То есть Вот с этого И только потом Дополнительно Уже мы Подключаем Здесь наши Все оздоровительные Практики Вот здесь Получается Человек Который Написал Эту книгу Давным-давно А вообще Занимается этим Много лет Сам К этому Пришел Хотя Если мы Берем Любую Любую Оздоровительную Программу Хоть кого Хоть Ниши Хоть Немывакин Кого бы мы не взяли Тот же самый Малахов Который в 95 году Целую серию Книг выпустил Который он Тоже где-то же Взял Когда себя Лечил Всегда Все начинается У нас С очищения И антипаратитарной Программы Вот Теперь Вот я бы хотела Поговорить Про вирусы Вот смотри Так Вирусы Вирусы Имеют Здесь Какой Сейчас Так Мерканизм Заскалония Вируса Так Вот здесь Вот есть Очень интересная Таблица А Вот она Вирусы Малигнизация Полипа Вот Вот это Вот очень Интересно То есть Вот здесь Вот он Объясняет Как И почему Что было А вот еще Одно из заключений Здесь Вот как Вот Говорит Что клетки Человека Не способны Перерождаться В опухолевой клетке Опухоли Образуют Микроорганизмы Патогенные Грибы И неуправляемые Клетки Неуправляемые Клетки Образуют Бактерии Простейшие И патогенные Грибы За счет Ассимиляции Ими кислорода И энергетических Зарядов Писклеток Человека То есть Простыми словами Вот собралась Вот эта вот Большая Как бы Компания Разные Бактерии Грибы Паразиты Собрались они вместе И что они делают Они питаются Кислородом По возможности Везде его забирают И энергетический Заряд Потому что Клетки крови У нас Клетки Просто тела Они имеют Маленький заряд Самый большой Заряд У нас Имеет Эритроциты Там у него Есть Это целая Сатья Как бы Поэтому Расписано И вот теперь Что он говорит Простейшие Бактерии Патогенные Грибы Объединяют В один узел Вот так Начинается Рост опухолей Неуправляемые Клетки Не могут Мигрировать По организму То есть Отрываться От места Локализации И переселяться В другое место Метастазирование Это процесс Переселения Колоний Микроорганизмов Или микроорганизмов И патогенных Грибов В другой орган С образованием В нем Новые опухоли То есть Это у тебя Как они говорят Вот у вас там Метастазы Метастазы Ну потому что Ты его здесь вырезал А она в другом месте У тебя быстренько пошла И позаселилась Вот в этом смысл Метастазов И вот это Очень интересная тема Я бы хотела Вам ее коротко Рассказать И дальше Как бы Знакомство С первой книгой Я заканчиваю Это вы можете Сами ее приобрести И это все изучить Я вам сказала Что мы будем С вами обсуждать Всего лишь Несколько страниц Из этой книги Вот про вирусы Что я хочу сказать Про вирусы Вот и он здесь говорит И я сколько слышала Читала Общалась как-то С одним программистом Который изучает Своё Как бы его хобби Он изучает Ну Беологию И вот он составил Такую таблицу Очень удобную И говорит Вот я вижу Что вот там Микробы Тра-та-та-та-та Бактерии Вот это все-все-все Я говорю А вирусы Он говорит А ты знаешь Вирусы Очень интересно Они Не относятся к живым И ни к растениям Ни к животным Я даже не знаю Куда его засунут И вот смотрите Вот здесь человек пишет Вирусы Наиболее мелкие Формы живой Материи Методом радиостезии Мною установлено Что они Обладают Клеточной Формой жизни И имеют Собственный Синтезирующий Аппарат Их трудно Отнести К растениям Или животным В микробиологии Насчитывает 11 видов Патогенных Вирусов Вызывающих Образование Опухолей Полипов Исследование Подтверждает Это Излюбленным Местом поселения Являются Участки С нарушенным Лимфа И кровоснабжением Атрофированные Ткани Зоны Трав То есть Получается Ты вот много Сидишь Мало ходишь Мало двигаешься И у тебя Лимфа как бы Стоит И тут же У тебя Начинает Если там Есть немножечко Вирусы Они начинают Тут же Раз Виваться Поэтому Вирусы Это очень Серьезно И вот он Здесь говорит Что каждый Вид вирусов В организме Человеков Паразитируют По-своему Например Аденовирусы Актовирусы И арбовирусы Стремятся жить Обособленной Колонией Образуя Полипы Полип Это жилище Вирусов Одного вида Вирусы Образовавшие Полип Захватывают Вокруг него Часть ткани Шириной До 20 мм Ну то есть Небольшой Да 2 см При диагностике Находил Их В указанной Зоне Основная Причина Рецидива Полипа После его Удаления Если в Полип Заселяется Колония Бактерий Происходит Его Малигнизация И начинается Рост Злокачественной Опухоли То есть До этого Сидел один Вирус И сидел Был просто Полип Как только Туда добавились Бактерии Все Образовался Такой Колхоз И они Образуется Пязательно Закрываются Пленкой Когда их Никто не Видит Этого полно Сейчас можно Прочитать В интернете И вот Тебе Начинается Злокачественная Опухоль И в подавляющем Большинстве Случаев Полипы Состоят Из вирусов И бактерий Одного Вида В них Бактерии Поедают Выделение Вирусов И наоборот То есть Опять же Получается Как Вот например Бактерии Выделяют Отходы А вирусы Их поели Или вирусы Выделяют Отходы Бактерии И мозг Не видит Ни то Ни другой Отходов И не понимает Что происходит Если вот На диагностике Мы когда это смотрим На ВРТ диагностике Да То там написано Например Смотришь Идут большие цифры И идет Например О Ослабленная Компенсаторная Реакция ОКР То есть О том Что организм Не видит И идет Усиление Компенсаторных Реакций То есть Организм Тратит Много Сил На это Но видит А вот здесь Получается Что в данном Суще Когда они Друг друга Прикрывают И поедают Отходы Друг друга Организм Их не видит И вот здесь Вот он говорит Что удивительной Способностью Обладает Аденовирусы Актовирусы Вирусы Герпеса Вирусы Краснухи Ротовирусы Цитомегаловирусы Они запоминают Там все Все ознакомиться Потому что Он не только Знакомит А подбирает Самое простое Лечение Для человека Это подобрать Просто травы И все И вот здесь Он объясняет Как влияют Вирусы И на что Идут Их вот Как бы Вред Пожалуйста Актовирусы Разрушают Спиной мозг Мышечную ткань Съедают Слизь Вирус Герпеса Омерзляет Головной И костный Мозг Воспаляет Плаждающие Нервы Потом Если Вот здесь Возьмем Вирус Краснухи Разрушает Мышечную Нервную Хрящевую И костную Ткань Подковную Клетчатку То есть Получается Вирусы Краснухи Мы берем Человека Который болеет Например Боковой Аммиотрофический Склероз Или там Что-то другое И вот Получается Что его Лечит Как бы Болезнь Позвоночника А на самом Деле То вы Видите У него Разъедено Разрушено Вся А если Еще плюс Добавляется То что Ест Нервы Такие Вирусы Тоже Есть Это мы Гром Только о Вирусах Тоже Есть Микробы Есть Паразиты Представляете И вот Когда ты Это знаешь Ты совершенно По-другому Будешь Относиться К себе К своему Здоровью И Профилактике Самое Главное Вот Пожалуйста Гигантские Нейтрофилы Двухядерные Клетки Стремберга Мы можем Посмотреть Что это Такое Если Просто Откроем Яндекс Да И отсюда Возьмем И глянем Вот Что это Такое Ядерный Клет Трехядерный И Посмотреть Что нам Интернет Про это Скажет Видите Признаки Миломы Трехядерный Клетки Многоядерные Двухядерные Клетки Нейтрофилы Здесь Они Нейтрофилы Признаки Миломы Ничего Такого Вот Бен Джонс Разные Так И вот Теперь Он дает Исцеление От вирусов Самый Простой Рецепт То есть Вы Начинаете Пить Делаете Сами Заготовки Или Покупаете В аптеке И начинаете Подбирать Здесь В книге У него Прям Написано Дозировка Как Что Пить Пожалуйста Цитомегаловирус Трава Корень Цикория Лист Эвкалипта Трава Тысячелистника Кора Дуба Пожалуйста Риновирусы То есть Получается Они Очень часто Повторяются Ветки Вишни Почему Я вам Говорила Собирайте Сейчас Пожалуйста Листья Молодой Вишни Собирайте Обязательно По возможности У кого Рядом Растут Эвкалипт Это Вот у нас Там Абхазия Но Самое Простое Слово Можете У нас Собирать Это Вот Будет Летом Тысячелистник А сейчас Пока Было В мае Надо было Собирать Полынь Чистотел И обязательно Собирайте Всегда До самой Осени Лист Большого Подорожника Это Самый Главный И самый Подходящий От всего Практически Особенно От паразитов Здесь Про вирусы Видите Здесь Его нету А вот По паразитам Он там Будет Основным А так То есть Вот это Все Просто Вы можете Например Пить Вот Что-то Ветки Черемухи А они От Эхновирусов Но От другого Не подходят И не Йод Пожалуй Ротовирусы Радиола Розовая Папилом Вирусы Лист Осина Да Вот такая Вот есть Схема Поэтому Рекомендую Вам Подписаться На наши Книги Они у нас Есть В наличии Занимайтесь Самообразованием Все здоровье В Ваших Руках Будьте здоровы Спасибо Подписывайтесь На канал Так Че